там чудо что происходит ты подмял под себя все подушечки и удобненько устроился хороший да сейчас будем видео чтобы записывать будем записывать видео как ты у меня тут оказался друзья всем привет меня зовут лера сягова на моем канале спасибо большое что участвовали в моем опросе запрет грамме так как я больше месяца отсутствовала на канале возвращаюсь к вам с новым видео и конечно же большинство проголосовала за историю как в моей жизни появился мой друг мой милый бебик чидо моя собака у меня собака билингва он понимает испанский английский и русский иди сюда иди к нам иди к хорошему иди сюда иди хвостик смотри вкусняшка ой вкусняшка скажи привет всем друзьям скажи привет всем зрителям он очень рад он очень рад и вам и получить вкусняшку ну что начнем нашу историю что нашу история началась два года назад не так давно 17 сентября учета было день рождением исполнилось два года и хочу начать с того что лет шесть назад я увидела эту породу в интернете где-то в не мелькнуло что есть такие собаки бассенджи они мне очень понравились я подумал что за невероятно красивые собаки я таких никогда не видела они супер статные супер такие холеные породистые и я влюбилась просто в эту породу начала интересоваться много читать про них естественно благодаря алгоритмам мне постоянно высвечивались эти собаки че-то давай давай рассказывать давай рассказывать нашу историю вот мне очень много высвечивались эти собаки запрет грамме я была подписана на очень классных ребят которых тоже есть бассенджи по имени марку чудо ну на тебя же смотрят люди что ты творишь ты же интеллигент смотри у него вот эта косточка как будто бабочка такой джентльмен подписывайтесь на наш инстаграм запрет грамм сидо его аккаунт чередок самый красивый красивый мил такой и с тех пор все мои карты желаний были обклеены вот этими собаками естественно я написала что собака так надо найти эти карты сейчас через только ты это пишу мне надо найти истоки вот например карта 2020 года и здесь у меня вот приклеен бассенджик вот я подписывал что у меня у меня милый пёс через внутри у меня такой милый пёс бассенджи и вот он ты материализовался спустя три года как я тебя приклеила представляешь вот отсюда ты взял двадцать первом году и уже двадцать первом году я уже подписала завести бассенджика 40 тысяч рублей мне кажется не знаю какие цены были на эти собак в том году откуда я взяла эту цифру они намного дороже стоит особенно породистые прям себе так потом был значит 2022 год где бассенджи а вот у меня уже фотографию чей-то и я уже в ожидании его детишек здесь собственно да и 2013 я подписала что это моя семья моя любовь и вот здесь весь бассейн ну я с Чида вот мы тут на пляже Акапулько он вообще у нас путешественник и родом из Мексики 2021 года я жила в Мексике но это уже другая романтичная история я встретила Павлу и переехала в Мексику мы начали жить вместе где-то с ноября двадцать первого года и когда время подходило к Рождеству он меня спросил что ты хочешь что ты хочешь на Новый год иногда еще ехали в машине я говорю дорогой Санта я хочу чтобы под елкой я нашла маленького милого песика щеночка бассенджи он такой так я понял этот намек и в общем как-то так случилось что он написал первой попавшей вообще женщине который нашел в Мексику и оказалось что у нее есть щенки прям только-только вот они родились к Рождеству ооо ему было уже куда ты полез ты куда полез просто утек ну хорошо че-то ладно запишу без тебя значит все да в общем и после этого мы уже реально серьезно призадумались стоит ли нам иметь собаку или нет потому что мы даже можно сказать только начали встречаться и жить вместе и были такие сомнения что если то что если это вот собака что с ней делать у меня вообще никогда не было собак только когда-то давно у меня был кот с которым мы друг друга просто ненавидели он как-то раз там заграл мне лицо в детстве и вообще я котов так не очень сильно люблю не знаю почему от них конечно нет такой эмпатии как от собак и с тех пор как я попросила санту подарить мне щенка все изменилось моей в нашей жизни и я очень благодарна за это я очень благодарна Павлу за то что он так среагировал и он кстати человек который всегда жил с собаками у него в детстве были собаки и он знает как с ними общаться что еду я только не говорю что села то нет не надо и наверное это в целом даже решала ситуацию потому что я знала что есть человек который точно знает как обращаться с собаками и не будет особых сложностей потому что если бы мы вдвоем не знали управляться с собакой это наверное было бы для нас шок потому что он маленький был просто неуправляемый плюс бассейн же они такие особенные и было интересно искать контакт и интересно находить способы коммуникации он просто он же как и на ложка он другой он все слышит понимает но сказать не может и но это был интересный экспириенс классный часто мы уже нашли вообще язык и очень друг друга понимаем что даже меня поддерживает когда мне тяжело я могу с ним поговорить обо всем всем рассказать могу где-то поругать где-то наоборот похвалить в общем все как с ребенком учил собак мышление трехлетних детей только с этим таким мозгом и мышлением они живут всю жизнь все 15 лет они как трехлетние детишки вот так что требует максимально заботы о себе и внимание он там лежит вот сейчас на полу и он знает что я про него рассказывал ты же знаешь да чудо что есть но он прям знаю что я про него рассказываю чита отчету скрылся иди сюда чего ты сбежал не поняла от ответственности от ответственности рассказывать историю в общем чудо был моим рождественским подарочком спасибо пабло я очень благодарна за это очень это ценю еще когда мы встретились с пабло он меня спрашивал хочу ли я завести какое-нибудь животное им сказал да конечно я просто еще умираю как хочу без энджи и мы тогда в шутку как-то гуляли и начали придумывать имена и я у него спросила а какие у вас есть интересные слова ну жаргон у вас мексике он мне сказал там пару слов и одно из них было чудо ну типа это испанский язык но это мексиканский жаргон и она означает как бы круто то есть когда мексиканцы общаются друг с другом и что-то там рассказывают они говорят кетчи иду там как круто это зацепило вот это слово чину я подумала блин по-моему это звучит как кличка собаки и все и я начала как-то об этом думать что мою собаку буду звать чили и пабло меток поддержал тот момент такой да прикольно да действительно звучит как имя собаки как имя для собаки вот потом когда я уже приехал в мексику начали жить вместе и сделала такую карту у нас была с желаниями с пожеланиями мы туда должны были вписывать там было три такие графы мои желания желания пабло и наши совместные какие-то желания которые мы хотим сделать вот и вот в этой графе совместных желаний была собака мы записали как чиза то есть это все это был как типа гол это был как это был как что-то что это обязательно у нас будет просто это займет какое-то время и в итоге это желание воплотилось еще даже до разговора про рождество а вы мне спрашивали что такую собаку хочешь это любое бассейнджи начал искать в интернете то вообще есть на мексиканском рынке кто разводит бассейнджи кто не занимаются и кто и продает как они вообще стоят было интересно и он нашел женщину там же в мексико прекрасная женщина и прекрасная семья они занимаются только бассейнджи они их разводят у них постоянно шинки и в то время как раз у них вот появились снята и крадису им было уже там четыре месяца и когда она скинула фотографию это самая милейшая фотография которые когда-либо видела маленький щенок такой сидит на траве где-то возле дороги с таким таким уверенным лицом таким вот таким дерзким выражением лица я подумала да it's my boy it's my boy это моя собака он такой дерзкий такой хулиганистый я подумала все это просто разрыв сердечка это щенок точно наш и так не хотелось упускать этот момент я переживала потому что когда я видела фотографию думаю нет все это наш это мой он был такой милаха и в нем прям читался вот этот его характер я не знаю как такое может быть и у нас вот у нас полу почему-то бывает такое как то кроме вместе у нас вот какая-то синергия происходит и вещи просто начинают происходить каким-то волшебным образом бывает такое и вот с нами такое случается даже частенько и многому вместе это очень интересно придем к следующей главе это то как павла делал мне этот подарок мы тогда с ним что-то поссорились немножко повздорили и мне было очень плохое настроение и он после работы приходит я была обиженная и он говорит ну пойдем пообщаемся пойдем поговорим в парк посидим погуляем хорошо пойдем и вышли в парк который у нас там был возле дома сели на лавочку и сидим ну что мы будем что-то обсуждать или что что мы тут сидим он такой да сейчас подожди и смотрю мужчина взалеке несет маленького щенка я сразу же понимаю что этот щенок это тот бассейн же с фотографии которого меня видела у меня сразу же начали наворачиваются слезы он был такой мальчик трогательный вообще не могу кое-какой сладкий вы маленький какой же ты был маленький мальчик хорошенький сейчас хорошенький тогда ты бы просто нереально трогательный хочу гадок ну чё мы будем делать давай я продолжу свой рассказ вот и пабло встал и пошел к этому мужчине я еще остался на лавочке в шоке вообще не понимаю что происходит у меня будет собака и думаю боже обалдеть и пока они там стояли потом подошла эта женщина ее зовут летит и его бабуля так сказать потом я уже осознала немножко что происходит тоже к ним подошла и он и так облизывал облизывал я понимала что блин мы забираем пиненка он же так уже привык там к ним к этой семье но они хотели его отдать тоже хорошие руки так что он стал наш подошел кулапом кто видит кто так маленький ты и я все же, мы сделаем историю кто так красивый кто так красивый кулап, кто так красивый кулап кто так красивый кулап Она сам замуж! О, я не верю Это что случилось? Я не верю, что это случилось хааааа Беспвалка на винтик Следует Он просто любит слепить. щенок мехико сити бас энджи тогда он стоил по моему полторы тысячи долларов куда что это за невиданная щедрость почему столько вкусняшек мне за один раз непонятно непонятно это что-то какой-то волшебный день столько вкусняшек в один день просто какой-то чумовой день вот и тогда мы уже взяли щенка и пошли счастливые домой начали фоткаться с ним возле елки в общем сейчас я вам покажу эти кадры и видео и фотки как это было мило а потом конечно началось все веселье маленький щенок я не знаю как у управляться щенками падла хоть что-то знает это было весело особенно оставлять его одного а потом приходить и видеть как из туалета стырена туалетная бумага и все так в клочах валяется на полу или он постоянно писал себя на ковер на диван даже отзираться на этот ковер накакал мы решили даже не стирать и не мыть просто так свернули поставил на балкон а потом проснулись а ковра нету ковер просто улетел куда-то к соседям на нижний балкон мы такие блин он же обкаканный что за жесть в общем это было очень весело все эти казусы погрызанный диван описанный естественно тоже там его потом заменили он Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может быть, будем, может быть, я буду этим заниматься. В скором времени хочется, конечно, хотя бы на пару выставок его отправить, потому что он потрясающий красавец, очень статный, такой стройный. Но, конечно, может быть трудности в том, чтобы его тренировать, потому что он такой немножко непослушный, своенравный пёс. Вот. Но он уже наш член семьи, мы его очень любим. И вот так вот он оказался со мной здесь, в России. В общем, всю историю я вам рассказала. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Мне будет очень-очень-очень приятно. И очень бы хотелось, конечно, чтобы мой канал рос. И надеюсь, что видео было вам интересным, чем-то полезным. Желаю вам всего самого лучшего. Спасибо за просмотр. Всем пока. Вон, жопка трясётся. От холода. Всё, пора. Иди домой тогда, пойдём. До Сида это первая зима будет, потому что до этого он жил в Мексике. Он не знает, что такое зима, что такое холод, в принципе. Он только знает, что такое жара плюс 35. Потому что как-то в Камкуне мы с ним были. Ему было очень жарко. А теперь ему придётся познать холод и все его грани. Вот он кушает траву, твой любимый. Кушай, кушай. Скоро всё будет снегу заснежено. Всё так симпатично, конечно, осени. Да что тут? Такая романтика. Цветочки эти... Ой, цветочки. Листочки эти опавшие. Красота. Чидо не может никак нанюхаться. Пойдём, Чуй. Пойдём, Чуйк. Чуйк. Иди сюда. И Т五. По-з��. Пойдём, Пойдём. Иди сюда. Иди сюда.